Новости на канале СТВ, в студии Юлия Александрова. Здравствуйте и вначале коротко о главном. Новости на канале СТВ. На Беларусь движутся заморозки. Холодное влияние на нашу погоду окажет скандинавский антициклон. 10% производимого в стране цемента будет идти на строительство дорог. Глава государства принял сегодня с докладом вице-премьера Анатолия Калинина, министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака и первого замминистра финансов Владимира Амарина. Президент Беларуси поддержал предложение правительства по финансированию дорожного хозяйства страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что важно не только строить новые автодороги, но и поддерживать в нормальном состоянии то, что есть. В связи с этим принято решение более широкого использования местного сырья для обустройства автонагистралей. Транзит нашей Беларуси, привлекательность как транзитной страны сегодня на порядок выше даже, чем вчера. В связи с событиями в соседних странах в том числе. Ну и в связи с тем, что мы все-таки это самое главное поддерживали в нормальном состоянии дорожную сеть. Поэтому нельзя нам работать хуже на дорогах. Кроме того, что строить надо, надо и поддерживать в нормальном состоянии дороги. Поэтому мы приняли решение, что бетонным дорогам у нас быть. Мы будем их строить. И еще одно, чтобы не забыли, вопрос 10% цемента, который мы должны направить на строительство бетонных дорог. Не только дорог, но и подъездов, площадок и так далее. Вот я это запомню и мне напоминать никто не будет. Это железобетонное поручение, которое правительство должно выполнять. И не только потому, что у нас некуда девать цемент. Мы можем его больше произвести. Потому что нам не надо кланяться и у кого-то просить нефть и так далее. Поэтому давайте договоримся, что 10% цемента, производимого в стране, должно идти на дороге. К 1 января 2017 года мы полностью заканчиваем строительство второй кольцевой дороги. И к 1 января 2016 года мы полностью разбираемся с гомельским направлением. Итак, за 2015 год гомель полностью надо в эксплуатацию сдать дорогу и думать о перспективе. Южное транзитное направление через Кобрин, гомель. Очень важное для России будет востребовано. Надо вести с россиянами в том числе диалог. Если нет, то надо договариваться и с Всемирным банком. По-моему, хорошие у них кредиты. Это не то, что 5-7%, а очень хорошие кредиты. Я думаю, можно договориться. Это вам было поручение. Этим надо сегодня заниматься. В общем, все проблемы, связанные с финансированием, я хотел бы услышать ответы на эти вопросы. В 2014 году планируется на все дороги нашей страны направить 7,9 триллиона рублей. Ситуация проработана по следующему году. В 2014? В 2014. Ситуация проработана по следующему году. С учетом всех ваших поручений и кольцевой дороги на дороги нашей страны планируется направить 11,2 триллиона рублей. Это 140%. Также на встречу президента приняли решение о дополнительном финансировании строительства 2-й Минской кольцевой дороги, трассы в обход Австровца и о зачислении средств на проект по строительству автотрассы на участке Бобруйск-Жлобин. Реконструкция этого участка Гомельской дороги будет финансироваться за счет средств Банка Китая. Но чтобы получить кредит белорусской стороне, нужно внести и собственную долю. Также в планах обновление магистрали и Гродненского направления. Наша шестая дорога на Гродно в наших планах за счет средств Всемирного банка. Мы активно работаем с представительством Всемирного банка. В декабре месяце будет заседание правления Всемирного банка, будут рассматривать наши предложения. Сегодня согласованная сумма – это 250 миллионов долларов. Та сумма, по которой у нас на сегодняшний день есть взаимное согласие с представительством. Белоруссия и Австрия активизируют сотрудничество. Об этом шла речь в МИД нашей страны. В Минск прибыла делегация Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и международных дел Австрии. Помимо политической составляющей, стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной сферах. В центре внимания также диалог по линии Минск-Брюссель. Вопросы региональной и международной безопасности. Развивать сотрудничество Беларусь будет и со Всемирным банком. Сегодня в Минск прибыла вице-президент этой финансовой организации по региону Европы и Центральной Азии – Лоратак. Это ее первый официальный визит в нашу страну с момента вступления в должность в сентябре прошлого года. За время пребывания высокой гостьей состоятся переговоры с руководством Беларуси, представителями деловых кругов, а также с партнерами в области развития. Кроме того, Лоратак планирует посетить ряд предприятий, которые представляют производственный потенциал республики, а также объекты, которые финансируются займами Всемирного банка. Отмечу на данный момент инвестпортфель этой организации в Беларуси включает пять проектов на сумму около 650 миллионов долларов. Неделя Германии стартовали в Минске. Это мероприятие уже стало доброй традицией и проводится в белорусской столице в одиннадцатый раз. Программа адресована всем, кто интересуется современной немецкой культурой. Она открылась выставкой «Сказочные миры». Кроме того, белорусской аудиторией будут представлены фильмы, театральные постановки, музыка, фотовыставка и литературные произведения. Активное участие в неделях, которые продлятся по 10 октября, примут школьники, студенты, а также ученые и специалисты. И к другим событиям во Франции прошла международная конференция, посвященная ситуации в Ираке. Основной вопрос, который обсудили главы внешнеполитических ведомств почти 30 стран, серьезная угроза со стороны радикалов из группировки «Исламское государство». Участники встречи в Париже договорились оказывать властям Ирака серьезную поддержку, в том числе и военную. Однако, о каких конкретно мерах военного характера идет, речь не уточняется. Напомню, «Исламское государство» действует на территории Сирии и Ирака. Они контролируют целые районы и несколько крупных месторождений нефти. По разным данным, в составе группировки находятся более 30 тысяч боевиков. Премьер-министр Швеции Фредерик Райнфельд заявил, что уходит в отставку. Такое решение политик принял после того, как его партия проиграла на выборах в парламент страны. По предварительным результатам голосования победу одержал блок социал-демократов. Их лидер, скорее всего, возглавит правительство страны. Серьезных успехов на выборах добилась и националистическая партия демократы Швеции. Ее члены активно выступают за ужесточение миграционной политики. Отмечу, в шведском однопалатном парламенте заседают 349 депутатов, которые избираются сроком на 4 года. На западное побережье Мексики обрушился мощный ураган. Циклон, который сопровождается ливнями и грозами, ударил по южной части штата Нижняя Калифорния. Ранее там было объявлено штормовое предупреждение. Ураган срывает с корнем деревья и наносит серьезный ущерб зданиям. Власти проводят эвакуацию местных жителей и туристов из опасных зон. В регионе уже приготовлены пункты временного пребывания для размещения 30 тысяч человек. Информация о пострадавших в результате разгула стихии отсутствует. Власти Египта усилят меры безопасности на популярных курортах. Об этом сообщил министр туризма страны. По его словам, в гостиницах и других местах скопления туристов будут установлены дополнительные камеры наблюдения. А весь обслуживающий персонал отелей и развлекательных заведений пройдут дополнительные проверки. Эти меры направлены на восстановление туристической индустрии Египта. Эта отрасль испытывает в последние годы серьезные проблемы из-за нестабильной ситуации в стране. В Великобритании прошел конкурс среди носителей усов и бород. Более 200 любителей пышной растительности на лице собрались в небольшом британском городе Батт, чтобы выяснить, кто достоин права носить чемпионский титул среди бородачей. Участники конкурса боролись за звание лучшего сразу в нескольких категориях. Усы, бакенбарды, а также борода бизнес-класса. Несмотря на столь высокую конкуренцию, все участники получили огромное удовольствие от конкурса. Алексей Волков, телекомпания СТВ. Страшная авария произошла сегодня утром под Лидой. Автобус не пропустил мотоцикл, погибли два человека. ДТП произошло на Т-образном перекрестке. Водитель общественного транспорта при их выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении водителя мотоцикла. Байкеры и его пассажирка погибли на месте. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится проверка. Для того, чтобы запастись овощами, минчанам больше не нужно ездить на рынок. Базар в буквальном смысле приедет к ним сам. С этого дня и на протяжении месяца в каждом районе столицы будет организована ежедневная торговля. Неподалеку от жилых домов с машиной прилавков будут продавать картошку, морковку, капусту и другую сельхозпродукцию. Если в прошлом году таких импровизированных ярмарок было 150, то в этом их станет больше 162. Причем весь товар белорусский и в его качестве можно не сомневаться. Главное условие для продавцов – наличие документов, подтверждающих его безопасность. Добавлю, торговые площадки будут работать до 15 ноября. Корабль реконструкцию норвежского судна «Викингов» спустили на воду в Березовке. Строительство лайнера начали в апреле трое энтузиастов из Лицкого района. Особенности и без того уникального для республики судна в том, что он представляет собой максимально приближенную копию оригинального корабля эпохи раннего Средневековья. Корабль выполнен из сосны, имеет ширину 3 метра. К слову, корабль викингов спускают на воду во время подготовки к еще более масштабному событию. Через неделю в Гродненской области пройдет первый международный судоходный фестиваль ранней средневековой культуры из Варяг в Грекии. Пол энтузиастов из Лицкого района едва ли остудить, но уже завтра в Беларусь придут заморозки. Во вторник и среду на северо-востоке страны температура воздуха упадет до 0-2 градусов. Холодное влияние на белорусскую погоду окажет скандинавский антициклон. Немного свежее станет уже сегодня. В разгар дня столбки термометров поднимутся максимум до плюс 21. При этом по-прежнему будет практически без осадков. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение Андрея Королева. Следующий выпуск в 19.30. Всего доброго и удачного вам дня. Субтитры подогнал «Симон»